Почетными гостями парада участников, открывшего эстафету, стали ветераны спорта Сарапула. С приветственным словом к ним, а также ко всем, кто вышел в этот день на старт соревнований, выступили представители руководства города. Уважаемые ветераны, вам еще раз хочется сказать слова благодарности за те традиции, которые вы заложили в нашем городе и за то, что вы на всех соревнованиях с нами. Здоровья вам! В пробеге памяти, символизирующем победный путь, который прошел наш народ, одолевший врага, мог принять участие любой желающий. Стартовал он на стадионе «Энергия» и завершился на площади «Мужество». Участники пробега возложили цветы на постамент боевой машины пехоты и почтили память павших минуты молчания. Участникам основной дистанции предстояло преодолеть почти 6 тысяч метров по Сарапульским дорогам. Этапы эстафеты пролегали по нескольким улицам города. Первыми в борьбу вступили ученики 5-9 классов школ города. Последний 14 этап стал для участника спортивной команды школы номер 13 Николая Кузьмина непростым испытанием. Но даже досадное падение на финише не омрачило радость победы. Очень было трудно бежать из последних всех. Нужно было полностью вылазиться, чтобы был хороший результат для команды. Следом звания лучших оспаривали легкоатлеты 10-11 классов. Здесь первое место заняли представители гимназии номер 20. Среди участников техникумов и колледжей равных не было спортсменам колледжа социально-педагогических технологий и сервиса. Среди команд предприятий и учреждений победу в первой группе праздновали бегуны электрогенераторного завода, а во второй – акционерного общества «Милком». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...